Орел Стат опубликовал список районов и населенных пунктов Орловской области, в которых мужчин проживает больше, чем женщин. В поисках женихов статисты рекомендуют ехать в Урицкий район, где на каждую тысячу мужчин приходится всего по 752 женщины, а также в Болховский, Покровский и Знаменский районы. За невестами же лучше всего ехать в Крамской и Дмитровский районы, а также в Орел, где наблюдается самый большой дефицит кавалеров. В целом, по региону соотношение мужчин и женщин не в пользу первых. На каждую тысячу кавалеров приходится по 1215 барышень. Школьники Мценска и Мценского района получат реальную возможность узнать больше о безопасности дорожного движения в специальном учебном классе, расположенном в здании госавтоинспекции. Наглядные агитации и современные методы обучения позволят снизить число аварий с участием детей, считают дорожные полицейские. Первый урок в новом классе был проведен с учащимися лицея номер 5. Внимание, розыск! Еще летом ушел из дома и до сих пор не вернулся житель города Орла 61-летний Юрий Иванович Пеньков. Его приметы крупного телосложения седой выглядит на 65-70 лет. Страдает с сахарным диабетом, отдышкой. При разговоре заикается, возможно, временная потеря памяти. Был одет в светлую рубашку, сине-серые камуфляжные брюки и белые кроссовки. Просьба ко всем, кто располагает информацию о его местонахождении, сообщить по телефону 02. 18 ноября в центре Грин пройдет образовательная акция «Однажды в Крисландии», которая является частью социальной компании «Автокресло детям», инициированной Госавтоинспекцией России. В ее рамках состоится детский спектакль для всей семьи. Задача компании – убедить родителей, что без «Автокресла» поездка ребенка в автомобиле невозможна. А 19 ноября в управлении ГИБДД области состоится пресс-конференция безопасности детей пассажиров.